Друзья, всем привет! Добрый день! У меня в гостях Дмитрий Вернигоров. И он сейчас сам расскажет, почему он здесь, что его сподвигло навестить наш городишко. Слово, Дмитрий. Значит, дело в том, что я уже неоднократно бывал в Ленинграде, в вашем прекрасном городе. Естественно, очень красиво, мне здесь очень нравится, получаю огромное удовольствие. Но по поводу моей профессиональной деятельности, я тренер по боксу, я живу, работаю в Нью-Йорке в основном, в нескольких залах. Если будет интересно, впоследствии можно рассказать, в каких. И вот сюда я приехал в первую очередь увидеться со своими друзьями, со своими боксерами, которых я тренировал. Получилось, кстати, пообщаться? Пока что нет. Пока нет. Пока нет, у всех дела. Один из моих, мой ближайший друг, Эдуард Валентинович Трояновский, он сейчас, ему администрация, его родного города Орла, выделила помещение под спортшколу. Он теперь начальник спортивной школы. Он организовывает работу, ставит там, создает коллектив. И к тому же он депутат Орловского горсовета. Мы хотели увидеться очень сильно, но пока что он в делах. И у меня тут свои были нюансы, и у нас не получилось. Но я надеюсь, что еще есть время, и мы обязательно с ним увидимся. Конечно, получится. Если интересно, я бы мог поделиться с аудиторией, и может быть, впоследствии со спортсменами непосредственно, кого это заинтересует, нюансами. Разница в тренировочном подходе, который используется в США, в частности, и, может быть, в Мексике, вообще в общем. И тренировочный подход, который используют до недавнего времени, использовался у нас, в странах бывшего СНГ, потому что сейчас он стал... Я перебью. Я посмотрел, естественно, в интернете про Дмитрия, и там часто пишут, Дмитрий – это тренер чемпионов мира. Ну, насколько соответствует действительности, и кого вы испытали из-за меня. Это соответствует действительности. У меня, повторюсь, Эдуард Трайновский, он чемпион IBO-IBF, и у меня второй сейчас парень в Нью-Йорке, Бахтияр Юбов, он чемпион IBO-Америка, и сейчас он пойдет дальше. Вот как бы так. Ну, и, естественно, есть парочка еще проспектов молодых довольно-таки. Может быть, касательно не возраста молодых, а касается их опыта, но ребята подают большие надежды, и я уверен, что что-то из них будет. Пока что на данный момент, вот, то, что я перечислил, у меня Эдик – чемпион IBO-IBF, и Бахтияр – он IBO-USA. Мы возвращаемся к разнице подходов или тренировочного процесса за океаном здесь. Здесь имеет лицо Советский Союз? Кардинальная разница заключается в чем? Что мне хотелось бы донести, и что мне очень импонирует. За океаном, я не буду говорить про Европу, я опять же повторюсь, я говорю про США, страны Латинской Америки. Подход сугубо индивидуальный. То есть, концепция такова. Техника нанесения ударов, передвижений и всего остального, защитных действий, существует лишь для того, чтобы облегчить достижение цели. То есть, достижение цели, в частности, нанесение удара, выполнение защитного действия, или что-то, техника не является догмой. То есть, простыми словами, не нужно делать только так и никак иначе. Можно делать как угодно, лишь бы это работало. Если это работает, это правильно. Это самое главное отличие. Это если брать глобально. Какую картину я наблюдаю в данном случае сейчас? Вот я просматриваю YouTube, у нас есть немного каналов самых популярных, я не буду называть, вы их сами знаете, если вы интересуетесь боксом и смотрите. И что меня немножечко... Это мое субъективное мнение, высказываю свое субъективное мнение, ни в коем случае не осуждаю. Чувствуется человек там живет, за любое слово можно подтянуть. Не, ну я действительно, я никого не хочу убить, потому что, опять же, я могу ошибаться, человек. Но концепция такова здесь, что все строится на том, что какое-то действие техническое нужно делать только так и никак иначе. Вот только так доворачивать плечо, или только там бить после определенной такой задержки. Я думаю, вы знаете, о ком я говорю. Или там, я не знаю, столько, только должна быть какая-то специфическая. Но это может сработать для одного человека из ста. Для остальных будет совершенно по-другому. И вот за счет того, что там, где сейчас работаю я, подход более такой широкий, людям разрешают развиваться там, как им удобно, соответственно, мы наблюдаем сейчас таких ярких чемпионов, там, как Кроуфорд и поехали дальше, там, Черлова, кого угодно мы можем брать. Хотелось бы, чтобы у нас тоже здесь, в странах бывшего СНГ, дали спортсменам чуть-чуть тренеры большую свободу и разрешили немножечко там отступать от каких-то там законов, которые, может быть, были когда-то разработаны в 50-60-е годы. Я не говорю, что они неправильные. Я говорю о том, что все можно подвергать сомнению. И если немножечко удобно делать по-другому, то это хорошо. Вот можно вопрос сразу. То есть это соответствует поговорке, как у нас каждый кулик свое болото хвалит. То есть вот у нас, допустим, в борьбе, там еще где-то, почему-то, если ученик пошел к другому тренеру, то он считается чуть ли не предателем. Вот как в этом плане за... Спортсмен имеет право, это, примерно, как вы покупаете машину, вы можете обслуживать в одном ее автомастерской, в другое, в третьей. То есть вы клиент здесь, и вы выбираете то, что подходит вам. Обид каких-то претензий у тренера по поводу того, что работает с несколькими, вообще быть, в принципе, не может. Это профессиональный подход. Люди берут у кого-то там одно, у второго человека могут взять что-то, то, что нету первого, и это вполне естественно, это нормально. То есть там люди не обижаются, если человек к одному, ко второму, третьему пришел. Для меня... Вот ваш вопрос, Андрей Леонидович, он сейчас для меня так очень меня обескуражил, потому что... А можно обижаться на это? Нет, просто мне неоднократно были... Ну, рассказывали люди такие ситуации, когда, допустим, человек тренируется в одном зале, потом он был замечен в другом зале, а до тренера дошают информацию, что он был замечен в другом зале. И вплоть до того, что даже выгоняли из этой группы, или, по крайней мере, переставали относиться к такому человеку. Это такой своеобразный неофеодализм какой-то. Да, неофеодализм. Нет, дело в том, что человек платит деньги, и он заказывает услугу. Это услуга. Да, услугу он заказывает там, где он хочет. А моя задача конкретная, переходя на личности, как тренера, ему эту услугу оказать максимально качество, ну, это зависит от моей квалификации, от моей совести. Хорошо, допустим, раньше страны соцлагеря, там сенсеры и все прочие были, да? Значит, спорт – это продолжение политики. Да, естественно. И, соответственно, были спортивные школы, были все спортивные секции бесплатные. И потом, когда формировались сборные, там, конечно, уже была зарплата, ну, все-все помогали людям выжить материально, потом дальше помогали, когда заканчивали карьеру. Вот, есть ли такая помощь от государства в Америке? Есть ли такая система? Системы такой, в принципе, нет. Значит, как все устроено? Бесплатные, есть, есть бесплатные секции для малоимущих, там, слоев населения, детей, в основном, только для детей, для взрослых ничего нет. Это есть, но это исключительно для черных или для латиноамериканцев. В основном для черных, если брать процентном соотношении, 70%. Для афроамериканцев. Назовем так. Для афроамериканцев, да. Для афроамериканцев и где-то там, я не знаю, 25% для выходцев из стран Латинской Америки. Впоследствии, если что, и идет очень высокая конкуренция, потому что конкуренция за счет того, что люди видят своими глазами, что вот если ты пробьешься в этом виде спорта, ты можешь зарабатывать очень большие деньги. Не просто большие, а очень большие. Помимо всего прочего, у тебя будет популярность, там ты станешь медийной персоной, там, как сейчас показывают поп-мма, поп-бокс, ты можешь там зарабатывать, не будучи даже профессиональным спортсменом, намного больше, чем зарабатывают профессиональные спортсмены, просто счет своей популярности. Поэтому конкуренция, повторюсь, высока, и люди очень стремятся, они стараются, действительно, они горят этим. Впоследствии, если человек в Америке, есть такой турнир, называется «Золотые перчатки», все об этом знают, своего рода чемпионат. Так у нас раньше же были, по-моему, «Золотые перчатки» и детские турниры. Ничего про это не скажу, не знаю. В Америке сейчас есть «Золотые перчатки», они там, как раньше, как у нас, там региональные, естественно, большой город, это городские соревнования, то есть это является, по сути, чемпионатом США, и, соответственно, идет оттуда отбор в национальную олимпийскую сборную. Вот если человек попадает в национальную олимпийскую сборную, тогда начинается его же и спонсирование, ему платят и деньги, и он уже совершенно в других условиях работы, там вызывает на сборы, уже начинается другой подход. Но пока человек не дошел до этого уровня, не отобрался в национальную сборную, не стал там кандидатом, ничего не будет. Он будет сам. Сразу интересно, упомянули поп-мама, поп-бокс, отношение профессионального тренера по боксу к подобным турнирам, как поп. Я, Андрей Леонидович, кстати, на эту тему думал, размышлял. Вот он вопрос о подозрел. Вот я на нее размышлял, и тут такое двоякое отношение. С одной стороны, все-таки я работаю за деньги, это моя работа, я работаю для того, чтобы получить материальное вознаграждение. Не в последнюю очередь. И вот поп-бокс, поп-боевые искусства, скажем так, обобщим, они для этого очень хороши, потому что у спортсменов большие гонорары, довольно-таки, соответственно, тренер получает. Я не знаю, сколько получает тренер в России, я скажу, что, допустим, в США тренер получает от 5 до 20% от гонорара боксера, все зависит от того, сколько он, сколько, каков сам гонорар. То есть, если гонорар с большими нулями, то, естественно, там будет где-то 5-7%. Если небольшие, то это будет 20%. Потому что, просто для понимания зрителей и аудитории, что, допустим, Ковалев, он первые 10 боев свои дрался по 3-3,5 тысячи долларов за бой, чтобы вы понимали размер как бы оплаты на начале, на старте карьеры. тренер будет получать 20%. И там, естественно, тренер будет получать 20%, потому что там ничего мизер. Так вот. с другой стороны, я не очень приветствую попа-мама, потому что, может быть, я не прав, но я знаю, что мастерство, оно достигается годами. тренировок, дисциплиной, не только в плане, это самодисциплина, это психологическая стабильность, это настройка себя, это огромная работа, это героическая, скажем так, работа. И когда человек достигает миллионократное повторение движений каких-то, которые не получаются, и ничего не получается, и люди себя собирают, и заново встают, идут на эти тренировки, у них опять не получается. Травмы переносить. Травмы, там какие-то жизненные неурядицы, и все равно продолжают. Жена пилит, что ты ходишь, тебе по морде бьют. Да. Вот. Желательно, чтобы таких жен не было, конечно. Так вот. И человек, когда достигает определенного уровня, своим потом, кровью, годами тренировок, и потом он за бой получает примерно столько же, сколько какой-то блогер, который, по сути, ничего из себя не представляет, он просто... А то еще и больше блогера зарабатывает. К сожалению. Он просто стал популярен на том, что делал какие-то там дурацкие пранки. Я считаю, это несправедливо. Это мое мнение. Поэтому мое мнение по ПММА я сформировать могу так. Это имеет право на жизнь, но то, что гонорары совпадают и зачастую больше, я считаю, это просто полный бред. Это нечестно. Это минимум, это нечестно, несправедливо. Это вот мое мнение. Но если мне предлагают поработать... С таким человеком поработать. Ну, опять же, я буду смотреть, насколько этот человек вообще... Что он из себя представляет как человек, в первую очередь. Для меня вот это важно. Ну, если мы с ним сойдемся в каких-то принципах, тогда да. Если нет, то ни в коем случае. Ну, то есть, можно помочь ему, так скажем, в освоении техники, там, и тактики, для того, чтобы он меньше получил там в ринге. И, кстати, я когда раньше называл, там, вот, выходит на ринг, и меня боксеры поправляли не на ринг, а в ринг. Вот как вот, как вы считаете, как это правильно говорить, в ринг или на ринг? Ну, различие это вообще, почему на ринг или в ринг? Дело в том, что в ринге-то делаются на помосте в основном. И отсюда, вот выражение на ринг, потому что человек поднимается на какой-то пьедестал, там, на высоту, он поднимается на ступеньку, скажем так. Вот, понятно. И то, и другое произношение правильно. Здесь, как вам уже больше нравится, так и говорите. Я предпочитаю говорить на ринг. Ну, тут я так предпочитаю говорить. Потому что, я вам еще, это такой психологический фактор. Дело в том, что любой человек, который надел керчатки и вышел на ринг, он уже совершил поступок, потому что, когда, я не помню, кто сказал, что бокс это самый одинокий вид спорта. То есть, когда человек зашел на ринг, он остался один. Там за канатами остались тренеры, зрители какие-то, друзья, все остальные. Здесь он один. И против него стоит соперник, который не хочет там с ним, если это более-менее нормальный уровень, хочет убить. Он не хочет победить, чтобы было четкое понимание. Он хочет убить. И вот уже готовность сама просто сдержать, пропустить тяжелый удар, как-то там себя сохранить какую-то панику. Это уже поступок, поэтому всем ребятам, которые это делают, я вот это рассказываю изначально, чтобы они понимали, что уже они молодцы, что вот они поднялись, и они, как бы там ни было, как бы не пошел бой, что бы они там не сделали, что они уже молодцы просто, потому что они уже пересилили себя и смогли сюда зайти. Да, это страшно. Это страшно на самом деле. Ну, да, это... Я скажу, что вот мне 48 лет, Андрей Леонидович, и я в силу того, что я... Даже не только не по профессиональной деятельности, а в силу того, что я живу, и я понимаю, что бывают какие-то конфликты на улицах, все, я не крупный человек, я стараюсь поддерживать форму, я боксирую там с другими тренерами, помоложе себя намного или там с какими-то ребятами. И даже вот, я не помню, со скольки там, с 12-13 лет я боксировал. И даже сейчас, когда я выхожу на ринг, там я надеваю этот шлем, все, каждый раз, все равно, вот, какой-то присутствует легкий-легкий мандраж. Мандраж есть, конечно. Без этого никак. Я такой мандраж испытал недавно, были сборы джиу-джису, я пошел, там поделились на файтинг и на Невазу, ну, борьба, ну, как фактически по джи-джи, да, борьба в партере. Вот, и начал разминаться, там, молодые, здоровые разные, и я понял, что у меня такой, а сейчас борьба, просто борьба, я понял, что тоже немножко, жим-жим, потому что, ну, там, ребята здоровые, они сейчас поют на первенство мира, то есть кабаны здоровые, заряженные, а я тут еще приперзаю. И вот я понял, что, блин, а уже пришел, одеваться никуда. Да, надо уже вперед только, да. Только вперед. Вот, у нас еще в планах было, мы так вкратце поговорили, отметим, у нас, если получится возможность, если мы найдем зал, да, кстати, если кто-то из боксеров города Ленинграда, Санкт-Петербурга смог бы и хочет пригласить нас в свой зал, потому что, Дмитрий может поделиться этими техниками, которые могут отличаться от техник наших тренеров, да, рассказать, то можно было бы в этом зале прийти, провести типа мастер-класса, да, знакомительную. Вот, ну, а я, а я всю свою тему, я написал в заглаве вот этого ролика борцы и боксеры, братья на век, ну, поневоле. Да, поневоле, потому что, когда молодые ребята, ну, и всякие ситуации вне зала, вот, обычно самое противостояние это между борцами и боксерами, вот, ну, есть такой своеобразный консенсус, то есть ребята, когда примерно два одинаковых, в принципе, не суются, потому что знают, что и этот можно навтыкать, и этот шансы абсолютно равные, это повезет кому. Один может навтыкать, а другой может воткнуть, вот, поэтому, у меня, соответственно, просьба такая к Дмитрию, что, если получится у нас с залом, я почему-то уверен, что получится, вот, мы проработаем вопрос, как, чтобы Дмитрий рекомендовал борцам при работе против боксеров, вот, если будет интересно, я, допустим, могу показать, здесь интересно, что борцы могут противопоставить боксерам, вот, потому что у меня был хороший опыт таких же, ты мне и тебе, такая была у меня, вот, я прикладываю к боксерам, мне очень понравилось, на самом деле, потому что, вот, ты когда стоишь с боксером, да, ну, не какой-то там, а такой реальный уже боксер, матерый, и ты понимаешь, насколько это перед тобой стихия стоит, и вот как-то этой стихии надо как-то противостоять, а как надо противостоять, сгруппироваться, закрыться, и вперед. Ну, я вам скажу так, что, когда, с позиции боксера, когда точно так же вы стоите, и напротив вас стоит борец, вы точно так же его воспринимаете, потому что вы, вы-то знаете свои слабые стороны, да, это, вы-то там смотрите на боксера, он вам кажется, я не знаю, монолитом каким-то там таким, а он знает свою слабость прекрасно, и он прекрасно понимает, что вот он, если сюда пустит, вот сюда, все, поэтому он тоже, очень так воспринимает, напротив стоящего борца, очень-очень, с большой опаской, опасением, давайте так скажем. Ну, кстати, под названием боксеры, я не чисто классический боксер, я ударка любая, а я ударка, это тайский бокс, старшинский боксинг, там, ты и гвандо ногами бьет, очень хорошо держит на дистанции, вот, поэтому, я продолжаю свою тему гнуть, я хочу, чтобы все-таки между боксерами и борцами всегда был консенсус, только мирным путем все решалось, или на соревнованиях, вот, но для того, чтобы мастерство росло, и тех, и тех, нужно обязательно, чтобы борцы работали с боксерами, наоборот. Вообще, это, я, мое личное мнение, я вот, когда готовил, готовлю ребят, я, для того, чтобы они хорошо могли работать на ближней дистанции, мы ездим в зал, где занимаются греко-римской борьбой, классической, и они просто, ну, там не надо бросать, они просто работают, вот, на ближней дистанции, до поднимания соперника, или до чего-то, это настолько развивает силу, и там, дыхание совершенно другое, то есть, если боксер начинает, где-то какие-то делать, там, технические действия боксерские, борец начинает делать, какие-то действия боксерские, он и в борьбе прогрессирует быстрее, потому что он, какой-то нюанс для себя ловит, точно так же, как и боксер, если он где-то, что-то, он по-другому начинает, там, другая пластика, там, но она помогает, очень сильно. Поэтому, мне кажется, это творческое объединение, боксеров и борцов, просто необходимо для того, чтобы росло мастерство обоих. Безусловно. И чтобы конфликтов было поменьше. Но это самое главное. Самое главное, потому что что? Это здоровье. Конечно. А все остальное, это уже здоровье и жизнь. Здоровье и жизнь, да. Вот. Какие темы мы могли бы конкретные рассказать в тот зал, если мы придем в какой-то зал, боксерский. Потому что я хочу, в принципе, чтобы прийти в боксерский зал, я надену перчаточки, можно даже капу надену, да. Берем, ну-ка, по-не понадобится на перчатке, можно. Вот. И меня Дмитрий там тоже проверит, как бы меня побучкает, чуть-чуть, да, подозречит. У меня просто был небольшой опыт боксерских, более-менее регулярных тренировок. Я считаю, что мой тренер Вячеслав Юрьевич Якулев. Человек известный. Да, я слышал. Конечно. Вот. Поэтому, вот можно проверить. Правда, я, конечно, не боксер, но, в принципе, мне ничего страшного. Проедить можно. Ну, какие темы мы можем поднять, я вам скажу сразу, что касательно бокса. По поводу боксеров-борцов, это ваше предложение, конечно же, я уже буду вам, как бы, подыгрывать уже. А по поводу бокса, что мы можем, что я могу рассказать. Понимаете, сейчас концепция бокса очень сильно изменилась. Во-первых, сейчас уже боксировать в одной стойке, это обедняет, обедняет просто технический арсенал, скажем так. Я бы мог показать, каким образом сейчас, сейчас, в данный момент можно менять стойки, как использовать смены стоек и какие вообще возможны развития из этого. Ну, и какие-то нюансы, вы знаете, от самого тренировочного процесса, который присутствует там в США. Защитные действия есть немножко другое. Я вот смотрю, у Ютуб, вот у вас, начинают тренера по чуть-чуть делать, это начинают по чуть-чуть делать, но пока что это не массовый характер носит. Можно было бы показать какие-то там технические действия, которые выполняют сейчас уже давным-давно в Америке, но почему-то их не делают здесь. А может быть делают, просто на Ютуб не выкладывают? Я не вижу это в боях. Хорошо. Вот, допустим, наверняка смотрите все турниры по боксу, значимые, да? Вот, как бы вы сейчас оценили уровень бокса российский? Я скажу... Вниз, вверх, внизу, я объясню. Я сейчас объясню. Значит, безусловно, я смотрю там чемпионаты России, мне многие нравятся очень. Вот у вас есть, допустим, такой боксер Имам Хатаев, как же его зовут, господи, парень, выиграл мир грузин, высокий такой, фактурный, просто вылетел из головы. Очень хорошая, вот эта вот основа, база очень хорошая, но если бы в России дали больше, так как проблема вечная, дали больше хода молодым тренерам, которые могут внести какую-то новую струю, это бы позволило российскому боксу просто выйти на совершенно другой уровень. Потому что я вижу, как ребята доходят до, в российской сборной доходят до определенного уровня и дальше они развиваются, потому что им, грубо говоря, не дают этого делать. Им не дают простора для действий, какой-то простора для креативности, право на ошибку, скажем так. Ты не можешь там, как ты должен ошибаться, человек должен ошибаться, чтобы найти что-то там новое свое. Им не дают на это право и они остаются вот в такой косности. Вот так можно делать, так нельзя и все. Соответственно, нет развития. То есть, сублимируя сказанное, если бы дали больше возможности работать молодым тренером, это бы оживило российский бокс и вывело его на другой уровень. Он очень неплохой, но он может быть просто на порядок лучше. Но мне кажется, это проблема не только в боксе и в борьбе, потому что, так скажем, основные значимые места занимают люди, которые уже, ну, глаз замылился, которые уже больше держатся за место, чем... За место из-за своей регалии, скажем так. Ну, регалии, не все на самом деле чиновники, они в прошлом большие спортсмены, вот, но сам факт, что не пускают молодых, потому что у молодых глаза горят, они могут что-то... Они больше понимают, молодежь, могут действовать спортсмены, и они больше, действительно, подходят творчески к этому делу, вот, а тут в спорте невозможно без творчества. Я вот о чем говорю абсолютно с вами согласен, это чистое, это чистое творчество, потому что я беру тренерскую работу, это вообще, это не больше, а половина, там, сам тренировочный процесс, в основном тренер, он должен видеть человека и видеть вообще, как он может развиваться, что там, вот, как 3D-модель, крутить его, там, только так. А если его заставить делать вот только это, это можно, это нельзя, не будет прогресса никогда. Вот такой вопрос тренеру, который, хотя там другая система, да, немножко. Много приходит талантливых ребят? Вот, допустим, взяли группу 30 человек, ну, условно. Нет. Талантов мало? Немного. Сколько люди могут, допустим, пришла в сентябрь набор, сколько, как быстро народ отсеивается? Такого нету. Значит, такого вот, как я могу сказать про то, про свою молодость, что там, в сентябре пришли там из класса 5 друзей, допустим, а через 3 месяца остался один. Такого в Америке нет. Значит, детские секции платные, поэтому, повторюсь, поэтому этих детей, как бы, в чем тоже плюс. Их никто не спрашивает, хочет он ходить или нет. За него деньги заплатили, и он ходит. То есть, если пришло там, вот вы набрались там, в секции набор идет постоянно. Нет такой, чтобы в сентябре, там, допустим, а к лету масса схлынула. Нет. Примерно одно и то же количество. Кто-то уезжает в отпуск, кто-то возвращается, но примерно это стабильно 20-25 человек. Как дети, которых родители направляют на тренировки, как и безваловка, как они работают, насколько они благотворно работают и честно? Дети в Америке в этом плане, и дети, у нас же тоже платные группы, и дети в России. Конечно, нет. Есть ли отличия? Есть ли отличия? Конечно же, здесь дети в России, они будут намного более, ну, здесь жизнь жестче. Это симулирует их как бы быть более серьезными.